Добрый день, дорогие друзья! Шаву Атов! Шаву Атов! Хорошая неделя! И мы продолжаем изучать Тору. Сегодня 21 Ияра, 22 мая 2022 года. Это очень интересно. 22.05.2022. Да, сегодня у нас уже май 2022 года и Иярр 1578 года. Ну что, значит, и мы находимся все там же, в книге о Йом-Йом. Сегодня день. То есть, в принципе, мы находимся все время в одном дне. Сегодня. То есть, человек может, как в своей голове, конечно, это день описать, разместить, как он хочет. Но по факту мы находимся все в одном постоянном измерении. А Йом-Йом, сегодня день. Вот сегодня. Сегодня день. Все. Вот весь этот день. И, в принципе, больше-то ничего и нет. Все, что было, было. Все, что будет, будет. А есть, есть то, что есть. Сегодняшний день. И мы постараемся сделать его максимально наполненным позитивными событиями, энергией, позитивной радостью. Потому что человек зачем живет? Чтобы было хорошо ему. То есть, человек хочет, чтобы было хорошо. И, значит, будем стараться. Поэтому мы изучаем Тору, чтобы понять, что такое хорошо, что такое плохо. В свое время, когда мы были крошка, сын, к отцу пришел и спросил о кроха, то наши родители отвечали по методичке, которую их обучали в школе. И эта методичка оказалась потом неверной. Неверный конкурс. Хотя сейчас возвращают те же методички в Россию. Да, уже скоро и пионеры опять будут. Но все равно мы знаем, что это не более, чем методичка. Поэтому мы обращаемся к первоисточнику, к Торе. И сегодня на 36-й день омера мы изучаем книгу о Йом-Йом. И нам Любович Стеребе выбрал вот этот отрывок на сегодня. «Каждый человек должен знать, что Всевышний своим провидением дает каждому возможность осуществить высшую волю». То есть вот Яков Шатадин, он знает, что ему Всевышний дает возможность осуществить высшую волю. То есть можно так, проснулся утром, ну вот я проснулся, что мне делать? А можно понять, что тебе Всевышний дал сегодня возможность осуществить волю Всевышнего. То есть ты можешь, осуществляя его волю, с ним соединиться в одно целое. Пожалуйста, хочешь, просто завтракай, хочешь, выполняй волю Всевышнего. Значит, и превратить ее из потенциала в реальность. То есть можно превратить высшую волю, божественную волю, из потенциала в реальность. То есть перевести ее в действие, в этот мир. Так, миру мир, да мир. Вот у Дамира такое имя, да, да миру. Правильно, Дамир это да миру. Все, очень хорошее имя. Значит, как достигается это выполнение? При помощи выполнения заповедей, укрепления еврейства и нашей святой Торы всегда и везде. И ничто не может помешать этому, ведь все зависит только от нас. То есть то, насколько человек посвятит сегодня свое время выполнению божественной воли, зависит только от него. То есть сейчас мы, например, изучаем Тору, выполняем божественную волю. Потом, когда ты живешь и просто что-то делаешь, то можно все привязать к выполнению божественной воли. И делать, пусть все твои действия будут во имя небеса. То есть это сказал Раби Йоси Ахасид, он в Пертьевод, когда давал советы, три совета важных, он сказал, говорит такую вещь, Раби Йоси Ахасид, он сказал, Пусть будет имущество ближнего твоего для тебя так же приятно, как и твое, так же дорого, как твое. То есть когда ты заботишься о имуществе ближних, то ты выполняешь божественную волю. То есть Раби Йоси Ахасид сказал, вот если ты реально понимаешь, что вот, например, там какая-то вещь, ты идешь, вот чужая вещь, и ты какой-то женщине помог сумку понести или еще что-то, но ты это делаешь не потому, что это женщина, а ты вспоминаешь слова Раби Йоси в Пертьевод, и говоришь, пусть будет имущество ближнего твоего, тебе так же важно, как твое, то есть бережно относись к нему. Оп, ты уже выполняешь божественную волю. Вейтин Ацмахалиль Мот Тора и подготовь себя к изучению Торы. Как себя подготовить к изучению Торы? Покушать завтрак, вот ты себя подготовил к изучению Торы. О, так я не просто кушаю завтрак, я выполняю божественную волю подготовить себя к изучению Торы. Причесался. Почему причесался? Потому что я готовлю себя к изучению Торы, должен человек учащий Тору быть красивый. Оп, и ты уже даже в этом выполняешь божественную волю. И дальше он сказал, уже решил он сразу нам убрать все вопросы. И он сказал, вы коль маосеха и юли шем шамая. И все твои дела пусть будут во имя небес. То есть ты сидишь и думаешь, вот я сейчас туда мне поехать или туда мне поехать. Поеду туда во имя небес. Буду там прославлять имя Всевышнего, искать, кого пригласить на урок Торы. Воикра, значит, вот туда за этим и поеду. То есть ты, любое действие можно в принципе привязать к выполнению божественной воли. И это ничто не может помешать человеку это делать, кроме его собственного желания. То есть ты можешь, если ты хочешь выполнять божественную волю, так ты в любом действии можешь выполнять божественную волю. Представляете, как это прекрасно. И выполнять свое проведение божественное тебе никогда не скучно. Ты всегда при деле, ты всегда на связи с Богом. Ты на задании, тебе интересно. Ты смотришь, как Бог на это все реагирует. То есть у тебя жизнь наполнена в любом возрасте, в любом месте. Где бы ты ни был, ты на задании. Как есть известная история, когда один попал в ад и смотрит там в аду очень много хабадников. Хабадников это такое движение, которое хабад. Он им говорит, как так, я же думал, что вы цадите. Они говорят, да, мы цадите, но мы праведники. А что же вы в аду делаете? Мы их приближаем к Торе. То есть мы выполняем волю Всевышнего всегда и везде приближать к Торе. Так мы сюда в ад спустились, тут много над тем работать есть. И они, я помню, я когда-то был в Индии на Гуа. И такое прям Гуа, это оно такое, знаете, Гуа. И там, значит, на этом Гуа сидят эти, сидят, такой хабадский центр вдруг, знаете, Гуа. И такое хабадское место, хабад, значит, все, кошерная еда. И сидят там эти ребята молодые, хабадники. И они, значит, там кошерная, можно кошерную курочку покушать, кошерная там еда. И они вот все, пришел человек, они его покормили, тфелин на него одели. И беседу с ним провели, на шабад пригласили. Оп, и там сколько людей приближается к Торе, вы не представляете на этом Гуа. Потому что едут искать духовность, а там духовность такая специфическая. То есть, в принципе, духовность, которую предлагает нам Тора, иудаизм, она очень интегрированная во все аспекты жизни. В бизнес, в семью, во все. И она такая понятная, логичная духовность, очень рациональная духовность. Очень такая прям понятная-понятная. Хорошо. Значит, всем мира и добра, благополучия, чтобы был мир в Украине, чтобы закончилась война прям очень... Все эти уроди, пока не закончится война, это главная цель этих уроков, чтобы мы добавляли духовного света, чтобы закончилась война. Вторая книга. Значит, вот первое мы для себя записали, значит, задание. Все мои дела пусть будут во имя небес. Я выполняю свою божественную волю, и Бог со мной, где бы я ни был, потому что я, так как я выполняю его волю, понятное дело, что он со мной. Дальше. Вторая книга. Это очень известная хасидская идея о том, что есть ереда, есть спуск, лицо рахалия для поднятия. И что человек, например, он когда чувствует или духовный спад, или физический, или в бизнесе спад, то он может сказать, это спад. То есть он может зафиксировать свое внимание и обозначить вот эту позицию свою в жизни как падение. Как человек, который идет в больницу, он может назвать себя больной, и это больница. Или он может себя назвать выздоравливающий, и это дом выздоровления. То есть по факту-то зачем он туда идет? Он же идет туда выздоравливать. Значит, он какой в этот момент? Он выздоравливающий. Уже выздоравливающий. Раз он туда идет, значит, он уже на пути к выздоровлению. Он же не надеется прийти в больницу для того, чтобы заболеть и испытывать боль. Нет, он хочет наоборот снять эту боль, убрать эту боль. Значит, если он находится в некой точке, в которой ему не нравится, он ее тоже может назвать поражение, а может назвать ее урок, опыт, новый старт, какой-то спуск для поднятия. Тоже даже простое добавление, что это спуск, да, это спуск, но это спуск для поднятия. Это тоже может поменять кардинально его эмоциональное состояние, его интеллектуальное состояние и его духовное состояние. Еще раз повторю, что очень сильно эту систему развивает Раф Шалом Аруш в книгах «Сад веры» и «Сад благодарности». То есть там очень-очень вот прямо он дает в этих двух книгах, дает прям такую систему мышления, при которой первое, ты веришь, что Всевышний все делает Всевышний. Это называется вера, что нет ничего в этом мире, не может двинуться без связи со Всевышним. И тогда ты смотришь на все события, как направление Всевышнего. И вторая книга «Сад благодарности», когда ты веришь, что Всевышний все делает для твоего добра, для вот этого поднятия. И ты благодаря Всевышнего даже за те, казалось бы, там очень тяжелые жесткие уроки, в которых он тебя заводит, то ты его благодаришь, благодаришь, благодаришь и просишь показать, а что делать-то. То есть понятно, что спасибо тебе за то, что там, ну за этот спуск, но покажи, как подняться. И значит желаем вот Рафа Шалома, Владимир Курачи, чтобы было всем-всем-всем и вашим близким и вам, чтобы было полное, полнейшее выздоровление и радость, и счастье, чтобы это было действительно ереда, спуск для поднятия. Хорошо, значит здесь понятно, с этим тоже понятно. Очень сильно Раф Шаломаруш, кстати, у него есть отдельная книга для «Сад выздоровления» называется, то есть где именно он собрал вот эти вот уроки веры, там благодарность именно для людей, которые выздоравливают, кому это нужно. И значит с Божьей помощью, чтобы приблизились все ко Всевышнему и выздоровели. Двигаемся дальше. Значит дальше мы сейчас начали читать глава Бомидбар и книга Бомидбар. Мы перешли сейчас в четвертую книгу Торы. То есть есть всего пятикнижие, да, то, что называется пятикнижие Моисея, да, так его называют. Первая книга Берешит, Берешит, как Бог сотворил небо и землю. Потом вторая книга называется Шмот. Шмот это имена, когда Яков и его сыновья спустились в Египет. И вторая книга Шмот была посвящена спуску в Египет и выходу из Египта. Да, та же самая идея. И еврейский народ, как модель взаимодействия Бога с этим миром, с человеком, это еврейский народ, это модели. Тора описывает эту модель. И мы видим, что Бог, который любит еврейский народ, но он его отправил в египетское рабство. И это было страшное рабство, 210 лет, когда их там убивали, угнетали и так далее. Но для того, чтобы вывести и дать Тору. То есть мы видим, что вот эта модель любви Бога, она подразумевает тяжелые испытания для тех, кого он любит. Для того, чтобы потом вывести их на самый верх. То есть это такая вот любовь у Всевышнего. Значит, так он ее проявляет. Дает испытания. Вот. Теперь, значит, книга Шмот описывала спуск в Египет и выход из Египта. И потом была книга Ваикра. Она описывала Мишкан. Мишкан это передвижной крамп в пустыне, в котором было присутствие Всевышнего. И в книге Ваикра, это называют ее еще Тора священников. То есть в ней описывалось все, что связано со святостью, жертвоприношениями, со священниками, с коинами устройства. Вот этой вот лаборатории высшей духовности, которая только существует в этом мире. И там было все прямо вот как детально, молекулярно описано строение вот этих вот мест, где Всевышний присутствует в этом мире. Храм, в то время это был передвижной храм. И священники, которые должны служить в этом храме. Все законы ритуальной чистоты и там и так далее. То есть это как, знаете, спецификация атомной электростанции. Мне, кстати, так интересно, в этот шаббат мы обсуждали, что Всевышнего можно, ну как бы, Всевышнего постигнуть нельзя. Но когда один человек попросил Раби Ативу, что говорит, покажи мне Всевышнего, я в него поверю, то Раби Атива ему показал, сказал, посмотри на солнце, минут 15, центр солнца, и ты увидишь Всевышнего. И этот человек сказал, это невозможно смотреть на солнце. Так ему сказал тогда Раби Атива, ну а как ты собираешься на Всевышнего смотреть, для которого солнце, это песчинка, которой он дает энергию. А ты собираешься на Всевышнего посмотреть, где ты, где Всевышний. Ты на солнце даже не можешь посмотреть. И вот эта идея, что солнце действительно это великое чудо, которое, ну вообще просто нереальное чудо какое-то, которое дает нам, не уничтожает нас, но дает нам тепло. В принципе, энергия, которая питает Землю, такая на простом уровне понимания, да, это все это энергия солнца, преобразованная через растения, например, она преобразовывается в питание, да, через животные питаются растениями. Получается, что все равно все это идет энергия солнца, и она поступает на Землю именно в таком формате, в котором она прям очень четко, она не уничтожает, но ее достаточно, но не более того, потому что если ее будет больше, чем нужно, она уничтожит, спалит все живое. И мне было интересно, что люди всего лишь, всего лишь 70 лет назад, там в 45-м году, они научились расщеплять атом. И вот этот момент расщепить атом, а на солнце, откуда на солнце энергия? Там каждую секунду происходят какие-то там тысячи атомных взрывов, где расщепляется какое-то вещество, и оно дает вот это излучение, которое идет сюда, и доходит благодаря там атмосфере Земли ровно в той пропорции, в котором нам нужно, чтобы жить. Это невероятная такая, ну, система мудрая, да, и устроена. Как? И мне было интересно, как люди додумались, люди додумались здесь на Земле, вот буквально 70 лет назад, никогда не додумывались. Огонь был всегда на Земле, да, то есть от сотворения Земли. А додуматься, как расщеплять вот этот атом, чтобы он выдавал энергию атомного взрыва, или атомные электростанции, додумались 70 лет назад. То есть Всевышний открыл это знание людям, можно так сказать, да, до этого оно было закрыто. И мне интересно, каким образом, вот, например, атомная бомба, она летит в самолете, и она не взрывается. И потом расщепляется вот этот вот атом, который, это неестественная история. То есть огонь, это естественная история. А атом расщепить, это неестественно, это как-то люди додумали 70 лет назад, как его расщепить. Как наступает момент, что является вот этой искрой, которая включает огромный этот атомный взрыв. И это очень было, мы вот просто обсуждали, интересно, что через Солнце мы можем понять мудрость Всевышнего, невероятную мудрость, которую мы не можем понять. А, ну, понять, как работает Солнце, мы можем, разбирая, как работает атомная электростанция, атомный взрыв. Да? Хорошо. Значит, закончилась книга Ваикра, где описывались все вот эти таинства, таинства храмовой службы. И мы начинаем книгу Бамидбар. Бамидбар, это называется книга в пустыне. То есть еврейский народ вышел, получил Тору, и вот сейчас, значит, описывается его путь в пустыне от дарования Торы до захода в землю Израиля. И потом последняя будет книга, которая называется Дворим, или ее называют Мишна Тора, повторение всей Торы. Последняя книга Дворим, это она описывает буквально последние дни Моше Рабейну, перед смертью, где он повторяет всю Тору, все законы, все главные вещи. Это такое, как резюме всей Торы, это книга Дворим. Значит, мы начинаем сегодня книгу Бамидбар. И в пустыне. И сказал Бог Моше в пустыне Синай, в Оль-Маэт. Это было место шатер, шатер собрания, да, где Бог с Моше разговаривал. Это было Бэйхат Ляходыш Ашени, первого числа второго месяца. Сейчас идет месяц Ияр, это второй месяц. Вот это было первого числа второго месяца. Значит, Бэшана Ашенид второго года, Лецитам Мерец Митстраем Лемор. Когда это был уже второй год, как они вышли из земли Израиля. Из земли египетской. То есть, понятно. Моше Рабейну, Бог обращается к Моше Рабейну, и ему говорит «Су-эт-рош-коля-дад-не-Исраэль». Значит, «су» вообще-то словно «поднимите». Но здесь оно используется, как посчитаете, головы всего общества, семьи Израиля, по семьям, по домам отцов, значит, по именам, по количеству имен, «коль-захар-ли-гул-гул-атам». Всех мужчин по их черепам. Поголовно, то есть. Всех посчитать. Значит, перепись населения, представляете? То есть, насколько это интересно, что, вот, представляете, вышел народ, выходит целый народ, выходит из рабства, из Египта. Вышли они. Вот эти все чудеса. Море раступилось. Потом, значит, дарование Торы. И, значит, вот они все. Этот стоит лагерь в пустыне. И, говорит Бог Машарабейну, всех сосчитает, значит. Дальше. Посчитайте всех поголовно. «Ми бен и стрим шанавы мала, от 20 лет и выше. Коль ю цецава. Каждый, кто идет в армию, бейстраэль, тивкэду, там. Каждый, кто идет в армию в Израиле, посчитайте их. Лецвотам, отавы, арон. Почитайте их по их войскам, да. То есть, это считали военно обязанных. Ты и арон. Значит, здесь мы видим, что еврейский народ, он был рабами в Египте. А сейчас Всевышний его сделал, как он его назвал, сам народ священников. «Мамлехеткуаним в Игое Кадоши». Должен быть порядок. То есть, должен быть порядок. Это как армия. Когда говорят, что религиозные люди, они бездельники. Это вообще не бездельники. Это конкретная армия, в которой ты должен 3 раза в день на построение. В армии, я не знаю, я не был в армии в обычной. Но там есть построение, да, когда ты должен быть в определенное время стоять в строю. Религиозный человек, он должен 3 раза в день в определенное время стоять в строю. Это Шахарид, Минка, Марьев. Три молитвы в день. Ты должен молиться. У тебя сейчас пришел в синагоди, да. Утром в синагодии начинаются миньяны, то есть как рода войск. Есть первый род войск, они молятся с восходом солнца, они называются ватитин, это цадити, да, ватитин, они те, которые с дрезим лимитсвод, которые быстрые, они, ну это, представляете, каждое утро молиться с первым лучом солнца. Это только особенные люди, которые управляют собой, которые вовремя ложатся, вовремя встают, до этого они обычно идут в миг, да, окунаются в этот источник, то есть это самые такие, как сказать, авангард, ядро, ядро войска Всевышнего. Они, значит, молятся с первым лучом солнца. Потом молятся обычно, там есть, начинаются потом вот эти миньяны, потом молятся рано те, которые обычно идут на работу, это те, которые любят работать, поэтому они раньше всех молятся, тоже люди собранные такие, конкретные, но они молятся не с первым лучом солнца, то есть для них главное, это не вот этот момент, первый луч солнца, для них главное пораньше начать рабочий день. И они быстро молятся в 6.15, 6.30, 6.45. Потом начинаются миньяны уже для тех, которые попозже, да, такие. В общем, я молюсь миньяне, которое начинается в 8.20 утра и заканчивается он где-то в 9.00, в 9.15 он заканчивается. Это уже такой один из последних миньянов. То есть это такие уже, которые в армии, но они, они как бы такие уже расслаблены более, да, то есть уже расслаблены, то есть нашли гармонию. Ну, то есть вот так, я считаю, что я нашел гармонию, то есть я сейчас в том периоде жизни, когда я уже ровненько так, ровненько иду по жизни, слава Богу, работаю, учусь, молюсь, то есть все, все, нашел свою золотую середину. Хорошо. Теперь, значит, сказал Бог Моше и Арону всех, всех посчитать, значит, от 20 и до 50, это те, кто идут в армию, это самый такой возраст. И, значит, он им говорит, вот в этой вот комиссии, в комиссии, которая будет делать перепись населения, значит, и с вами будет человек-человек от каждого колена, было их 12 колен, значит, который будет от этого колена, он будет считать, то есть очень такая комиссия по переписи населения. И идут прямо в торе перечисления тех, которые от каждого колена будут состоять в этой комиссии. И вот интересно, что именно из этой главы у меня сына мы назвали Эли Шама. Почему? Потому что идут, когда от каждого колена идут главы колен, которые должны быть в этой комиссии, как раз здесь есть, там, вот имена людей, которые будут стоять от каждого колена. От колена Реувена будет стоять Эли Цур, сын Ждиура. От колена Шимона будет стоять Шлумиэль, сын Циришадая. От колена Иуды будет стоять Нахшон бен Аминадав, Ли Сахар Натанель бен Цуар, Ли Зволун, колено Зволуна, будет стоять Эли Аф, сын Халона, сыновья Йосефа, колено Эфраема, будет стоять Эли Шама бен Амиуд. Как раз Эли Шама зовут моего сына старшего Эли Шама, в честь вот этого Эли Шамы бен Амиуда. А как было дело? Я был на уроке у Рава Зильбера, и он объяснял эту недельную главу. И он говорит, вот смотрите, по именам, по именам вообще человека, видно, о чем думали его родители, когда давали это имя. То есть родители, когда называют как-то ребенка, они же думают, как его назвать, и они дают это имя в честь чего-то, в честь кого-то и так далее. И в Ресте все имена имеют значение. И вот он объяснял по этим именам, он говорит, вот давайте возьмем имя, говорит, например, Эли Шама бен Амиуд. Значит, папу звали Амиуд, это понятно. Амиуд переводится народ мой год, это как слава, слава моему народу. Как сейчас вот кричат многие, говорят, слава Украине. Также Амиуд, он переводится имя, слава моему народу. Так его звали. А сына назвал он Эли Шама. Почему Амиуд назвал сына Эли Шама? Где он его назвал Эли Шама? В Египте. Это же дело было в Египте, когда давал он ему имя. То есть Эли Шама, тут он уже взрослый в избирательной комиссии. Значит, ему давал папа Амиуд имя в Египте. И тут он показывает на меня, он так урок проводил в лицах. Он говорит, вот, например, ты Амиуд. Значит, и вот ты молишься, ты в египетском рабстве. И ты молишься, Господи, пожалуйста, помоги мне, выпусти меня из этого рабства. Хочу жить в Иерусалиме, хочу жить в земле Израиля. Дай мне сына, дай мне сынок, чтобы у меня родился. И чтобы у меня, значит, он жил в Израиле. И, значит, и он вот так дословно просто мою молитву повторяет, которую я молился, когда жил в Москве. Прям вот слово в слово. А у меня жена в это время беременная, только приехал в Израиль. И я действительно в Москве молился, чтобы у меня родился сын, хочу жить в Израиле, в Иерусалиме, учиторы и так далее. И вот он, Равзильберг показывает на меня, говорит, вот когда у тебя сын родился, как ты его назвал? Эли-Шама. Вот поэтому понятно, откуда Эли-Шама переводится имя. Бог меня услышал. Эли, Бог мой, Эли. Ну, Эль это как Бог, сила. Эли это Бог мой, Шама услышал. Значит, я думаю, вот отлично, да, действительно, Бог меня услышал. Дал мне сына. Еще жена была беременная. Значит, и я пришел тогда к жене после этого урока, говорю, если будет у нас сын, давай назовем Эли-Шама. Бог меня услышал. Я же молился, чтобы у меня был сын. Значит, если будет сын, значит, Бог меня услышал. Все, она говорит, ну, давай, значит, первый сын пускай будет Эли-Шама. Так вот появился Эли-Шама в честь этой главы. Хорошо. В общем, собрали они всю общину в первый день второго месяца, объявили свое происхождение и начали их всех считать. Кстати, вот в следующий раз я расскажу, как они их подсчитали. Есть очень хороший способ считать, который позволяет выйти из логической сложности. Потому что, с одной стороны, нельзя считать евреев, вообще людей нельзя считать. Это является как плохая... В общем, нельзя считать, да, людей. Но как же они их подсчитали тогда? Я вам расскажу, как они их подсчитали тогда. Не считая людей, но они точно знали, сколько было людей. Это очень тоже интересная вещь. В Торе есть такие лайфхаки, такие нюансы, которые просто вот бери и делай. Все, всем удачи и успехов. Чтоб Всевышний услышал ваши молитвы. Вот я вам желаю, есть такое благословение, чтобы Бог наполнит все запросы вашего сердца для вашего добра. Потому что человек иногда, вот он что-то хочет, ему чего-то не хватает. Но ему, если Всевышний выполнит его просьбу, ему не будет хорошо. То есть ему кажется, что будет хорошо, а по факту ему не будет хорошо. Поэтому благословляют, когда говорят, чтобы Бог наполнил все запросы, все недостатки твоего сердца, сердца мышления, то, что тебе не хватает. Лето Ватеха, для твоего добра. Все, удачи, всем успехов, чтобы Бог услышал ваши молитвы. И еще один лайфхак, помолитесь друг за друга, чтобы вот то, что люди пишут в комментариях, что кому нужно. Когда ты молишься, чтобы Всевышний помог ближнему, то Всевышний ответит тебе на твою молитву. Это та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Ты хочешь, чтобы всем было хорошо, Всевышний сделает тебе хорошо. Все, удачи, успехов, хорошего дня.